И к другим темам, более оптимистичным. В гостях у телеканала ЛРТ побывали юные журналисты из творческой студии Планета ТВ. Ребята и их наставники прошлись с экскурсией по всем отделам канала, чтобы понять, как устроена телевизионная кухня. Но не только. Их интерес намного глубже. Юные журналисты готовят к выходу в эфир свою собственную программу. Как проходил этот творческий процесс, мы наблюдали. Планета ТВ посетила телеканал ЛРТ. В гостях у телеканала ЛРТ юные журналисты, подопечные телевизионного отделения творческой студии Планета ТВ. Они приехали узнать, как устроена внутренняя кухня канала. Наша идея – это воспитать молодых юных журналистов. Посмотрев, как устроен телеканал изнутри, ребята уже имеют представление. Потому как, находясь просто за стенками своей студии, не всегда понятно, как и что работает. Ну что ж, ребят, вы находитесь, ну как я считаю, в сердце телеканала. Шеф-редактор ЛРТ Анна Троян провела для ребят экскурсию по отделам телеканала. Сначала юные журналисты заглянули в редакцию, где увидели, как выглядят графики выездов съемочных групп и верстка новостного выпуска. Далее детям показали дикторскую комнату. Вот мне очень нравится эта комната в том, что тут нет вообще эха, и тут очень удобно работать. И главное, вот я хочу дать совет другим каналам, чтобы не делали вот эти штуки из пластмассы и из железа. Следующий пункт экскурсионного маршрута – монтажный отдел, где главный редактор телеканала Светлана Дембицкая устроила ребятам блиц-опрос на знание профессиональных нюансов. Вот скажите, например, информационный канал. Может ли ведущая туда прийти, как на музыкальный канал вести себя? Кстати, и ведущие информационной программы ребята задали много вопросов. Некоторые из них были не по-детски практичными. Например, как подготовить свой речевой аппарат к эфиру? Конечно, очень много упражнений. И даже если есть опыт, немножко отдохнул, даже после какого-то отдыха, все равно нужно восстанавливаться, а желательно никогда не прекращать. После посещения аппаратное вещание, где дети увидели, как происходит выпуск новостей в прямом эфире, они познакомились с директором канала Екатериной Дегтярёвой. Ребята организовали для неё настоящую пресс-конференцию. Отмечу, что телеканал ЛРТ открыт для детей и не в первый раз принимает гостей. Вот эта сфера деятельности, творческая с детства, она помогает человеку хорошо потом в жизни, в рамках коммуникации. Тем более, если детям это нравится с детства, и они непосредственно приходят на канал и видят всё своими глазами, я думаю, что потом им легче будет адаптироваться в жизни, именно в сфере журналистики, если они выберут этот путь. Сами дети не скрывают восторга от того, что смогли прочувствовать рабочую телевизионную атмосферу. Когда смотришь это, сидя на диване, ты не представляешь, что столько людей задействовано в этом. А тут, оказывается, больше 10 человек работают над одним выпуском. Это круто. Сотрудников телеканала порадовало то, что ребята тоже пришли работать. Об экскурсии на ЛРТ они расскажут в собственной программе. Спасибо, ЛРТ! Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.